Вы, наверное, знаете о таких людях, может быть, вы сами из категории таких людей, которых называют поцелованных Богом. Вот этого человека Бог поцеловал. Везунчик. У него все классно, он успешный, он, ну, короче говоря, поцелованный Богом. Не так уж много таких людей. Но я вам вот что хочу сказать, что среди абсолютного большинства людей, которых Бог избрал для успеха, поцеловал, образно говоря, все, практически все, прошли через очень тяжелые времена. Ну, например, известный библейский герой, его зовут Царь Давид. Это тот, который объединил Израиль, тот, который произвел, значит, такие перемены в этом государстве, что вошел навсегда во всемирную историю. Это человек, который победы одержал такие над врагами. Это человек, который достиг таких невероятных результатов, был любимцем Бога, человеком по сердцу Бога, как его называли. Ну, короче говоря, долго и успешно царствовал, владел огромными состояниями, был поцелованный Богом, от них словно. С детских лет его Бог избрал на царство израильское. Тогда возникает вопрос, почему так долго, ни год, ни два, ни три, ни пять и ни десять, этот самый Давид терпел такие лишения, рисковал жизнью и был подвержен таким рискам. Он ходил на грани смерти регулярно, его все время хотели убить, поймать, он терпел лишения, голод, позор, над ним издевались. Он, короче, был на грани, на грани, на грани, ни год и ни десять, а долгое время. Он спрашивается, зачем, почему Бог, который заранее его поцеловал, допускал такое с человеком, который считался его избранником, а потом все равно дал ему успех, потом все равно обеспечил ему все, что обещал. Зачем он это сделал, Бог? Как вы думаете? Я думаю, что для того, чтобы он был готов к великим свершениям, для того, чтобы он был готов получить заслуженное и умел, и имел право воспользоваться всем этим. Бог выковывал его характер, он укреплял его силу, он делал его человеком, способным терпеть лишения. Смелым, бесстрашным, человеком, способным воевать в самых тяжелых условиях. Короче говоря, он выковывал, ковал этого человека. Давид был давно, тысячи лет назад. А мы с вами здесь сегодня. Бог все тот же. Кого-то из нас с вами он поцеловал. Я думаю, что он поцеловал каждого. Если мы живем, если мы мыслим, если мы существуем и можем думать, то он поцеловал каждого. Вопрос. Мы проходим сегодня тяжелые времена. У нас сегодня лишение. У нас сегодня отсутствие успеха. У нас сегодня проблемы. И многие люди так в них и умрут, в этих проблемах. Многие люди так и оставят свои бизнесы, если говорят о бизнесе, вернуться к нашим баранам, как мы говорим. Так и оставят свой бизнес, не добившись ничего. Причина все та же самая. Бог выковывал твой характер. Бог делал все, чтобы ты стал способным построить бизнес, который будет приносить тебе колоссальные деньги. Но только ты. У тебя не хватило ума, возможно. У тебя не хватило упорства. У тебя не хватило терпения. У тебя не хватило силы, стойкости, духа. Чего-то не хватило. И ты ушел от Божьего предназначения. И остался там, где был всегда. Я хочу, чтобы все понимали, что ничего нет, ничего нет, ничего нет важнее, чем постоянство, чем упорство и стремление стоять на своем, несмотря ни на что. Ни один великий человек, занимавшийся бизнесом, который вошел в историю и поменял этот мир, ни один человек не избежал испытаний, провалов, банкротств. Страшных рисков. Наши проблемы, семечки по сравнению с их проблемами, с их бедами, с их несчастьями и с их ураганами, которые сыпались на них в этой жизни. Наши проблемы, семечки. Нам надо всего лишь навсего быть постоянными, выполнять свою работу. Надо стать трудоголиком. Надо стать человеком, который только и думает о своем бизнесе. Тогда придут миллионы. Тогда придет заслуженный успех, статусы, острова и так далее, и так далее. Надо действовать, действовать, действовать каждый день. И кто-то должен показывать пример. Вы пример показываете своим людям. Вы каждый день на посту. Вы бываете на конференциях, вы видите людей, которые их проводят. Вы бываете на тест-драйвах, вы видите людей, которые их проводят. Это одни и те же люди. У них свои жизни, свои проблемы. Но они продолжают это делать. И они ждут от вас того же самого. Но продолжай делать, продолжай делать, продолжай делать. Весь секрет в том, чтобы повторять. Весь секрет в том, чтобы продолжать. Весь секрет в том, чтобы делать одно и то же, одно и то же, одно и то же, то что работает. Даже если оно сегодня и не дает нужной и явной, очевидной выгоды. Вся сила в повторении, друзья мои, вся сила в правильных действиях, а правильное действие рассказывать об этом бизнесе другим людям, рассказывать об этих возможностях своим близким. Рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте и совершенствоваться. Чем больше ты рассказываешь, тем совершеннее твой рассказ Тем больше шелухи отпадает, тем сильнее воздействие Чем чаще ты делаешь, тем больше людей узнавая об этом Видят твой энтузиазм, твое упорство, твоя настойчивость Подключается Вся фишка в этом Поэтому будем постоянными, друзья мои Постоянными Мероприятия, конференции Там должны быть ваши люди, у вас есть статистика Следите за своей статистикой Если у вас там нет людей, вы бездельник, вы никто Вы никто, вы никто не имеете права на деньги Вы не рассказываете своим людям К вам не заходят на ваш дубляком люди Если они заходят, но почему-то сегодня не включаются Значит время ваше не наступило Вы не заслуживаете этого еще Бог не дает вам этого Продолжайте Вы не повысили свою цену до этих денег Пока ноль Или два, или пять, или сто, или тысяча долларов Вот такие ваши цены Расценки на вас, на нас, на всех Кто сколько получает Поэтому повысим свою цену Чем? Действиями Бизнес простой Рассказывать об этом людям Используя все возможные средства У нас есть система Действуйте, 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 действуйте И мы разбогатели Субтитут-к Poisо перемismus Используюсь sí Используйте